Есть теория, что Мэри Поппинс и Пенни Вайс — это один и тот же вид. Мэри Поппинс — веселая икона детства. Пенни Вайс — это материал для ночных кошмаров. Но на самом деле у них гораздо больше общего, чем вы думаете. Пользователь Reddit опубликовал теорию о том, что Пенни Вайс и Мэри Поппинс являются представителями одного и того же вида и работают по правилам, установленным корпорацией монстров. Давайте начнем. Оба персонажа возвращаются каждые 20 чем-то лет. Пенни Вайс — 27, Мэри Поппинс — 25, чтобы регенерировать энергию от новой группы детей, но также имеют привычку возвращаться к тем, кого они встретили во время своего последнего посещения. Пенни Вайс возвращается к неудачникам, Мэри Поппинс возвращается к Бэнксам. Мэри Поппинс удается поддерживать энергию в течение 25 лет, несмотря на то, что она общается с меньшим количеством детей, чем требуется Пенни Вайсу для поддержания энергии в течение 27 лет, поскольку она питается радостью детей, в отличие от клоуна, который питается страхом. И, как доказано в корпорации монстров, детский смех генерирует энергию намного мощнее, чем их страх. При каждом возвращении они отделяют ребенка по имени Джорджи от своих братьев и сестер при помощи бумажной игрушки, а затем появляются рядом с той игрушкой, чтобы вернуть ее Джорджи. Мэри Поппинс возвращает змея Джорджи, Пенни Вайс действует так, как будто он возвращает лодку Джорджи. У каждого из них есть один и тот же набор сил, которыми они могут воспользоваться, чтобы проникнуть в разумы детей. Мэри Поппинс использует свое воображение, клоун использует страх. Мэри Поппинс, как известно, обладает живым отражением, которое может функционировать отдельно от нее. И показано, что Пенни Вайс обладает этой способностью во второй главе. В каждой из этих историй родители не замечают фантастических ситуаций, с которыми сталкиваются дети. Клуб неудачников забывает о своих детских переживаниях, пока не вернется Пенни Вайс. И хотя дети Бэнкса не забывают Мэри Поппинс, они забывают, что магические вещи действительно происходили. Поэтому помнят Мэри Поппинс, как просто няню. У каждого из них есть любовь к пению и танцам, что должно быть очевидно для Мэри Поппинс. Но по отношению к Пенни Вайзу, это проясняется, если вспомнить, что он называет себя танцующий клоун, танцует для Беверли в первой главе и поет для Ричи во второй главе. В конце возвращения Мэри Поппинс все персонажи хватают воздушные шары и взмывают в воздух. А воздушные шары и летящие на них тесно связаны с Пенни Вайзом. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте оставлять свои комментарии и подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!